привет всем мы дома и сегодня готовим с эмочкой фалафель для тех кто не знает что такое фалафель это традиционное израильское блюдо которое готовится из нута виде небольших или больших котлеток это абсолютно постный веганский рецепт потому что в нем нет ни одного животного ингредиента все ингредиенты их точное количество вы как обычно найдете в описании к видео я еще сама ни разу не готовила фалафель но почитала несколько вариаций этого рецепта и почти везде указано что лучше использовать вот такой сушеный обычный нут который нужно замачивать на 24 часа сушеный нут бывает двух видов вот этот крупный который подходит для приготовления хумуса и фалафеля а еще бывают мелкие которые используют для приготовления плова как интересную добавку еще править в том что такой нут особенно который продается на развес он гораздо дешевле чем консервированный и чем пакетированный в супермаркете я взяла стакан сушеного нута и залила его обычной питьевой водой на ночь рекомендую замачивать на 24 часа но на самом деле за ночь он мне абсолютно весь раскрылся и приобрел свою нужную текстуру горох и кстати те кто готовят фалафель вообще часто готовят из нута говорят что если вы хотя бы один раз приготовите именно из такого не консервированного вы уже не будете готовить консервированным потому что у того есть специфический этот привкус консервации слишком быстро ты считаешь ну а еще раз два три четыре всего сколько посчитаю вот так смотри по одной откладывай один так же как с обычными котлетами первым делом нужно сделать фарш для этого и мы с тобой высыпаем весь нут в блендер сюда же добавим 4 свежих зубчика чеснока очень свежий молодой чеснок поэтому я думаю что мы все-таки чтобы не перечесночить положим 3 зубчика тем более что они достаточно большие сюда же нужно добавить половинку большого репчатого лука у нас им с тобой красный сладкий лук так как я от него сейчас очень много отрежу мне кажется что он весь пойдет в дело грубо порежу добавляем блендер две трети луковицы сюда же добавляем примерно пол чашки петрушки я оторвала только верхние листья чтобы консистенция была более нежная без твердых палочек где-то пять веточек петрушки и сюда же добавим с тобой небольшую тоже вот такую щепотку свежей кинзы держи вот мне кажется столько здесь наверное тоже где-то три веточки только листьев здесь примерно полторы чайные ложки кумина или зиры и чайная ложка молотого кориандра у меня кориандр был целый свеженький я такую больше люблю потому что он ароматнее поэтому я положу не чайную ложку чуть поменьше чтобы опять же не переборщить с со специями вообще фалафель это очень м осторожно это очень пряные душистые котлетки чайную ложку соли им подожди свечу давай знаешь как сделаем я насыпаю ладошку чтобы видеть сколько я сыплю вот видишь это примерно чайная ложка соли вот и сюда же мне нужна чайная ложка разрыхлителя у нас остался еще один ингредиент это мука вы можете использовать обычную хлебопекарную муку пшеничную или ржаную у меня нутовая мука я решила что этот рецепт должен быть абсолютно аутентичным и абсолютно полезным поэтому мы с того будем использовать это мука и сделано как раз вот из такого сушеного нута сейчас все что мы положили в блендер нужно пробить до состояния фарша а потом добавить туда муку друзья как показал первый опыт в блендере эту массу пробить невозможно даже самым мощным поэтому нужен либо каттер либо погружной блендер он как раз таки справился у меня конечно не супер однородная консистенция попадаются кусочки нута и зелени но это даже хорошо это говорит о том что блюдо домашнее приготовленное мне осталось добавить 4 ложки муки 3 и 4 собственно все это я тщательно перемешиваю просто не передать насколько сильно все это пахнет и вкусно пахнет потому что здесь большое количество душистых трав петрушки и кинзы и достаточно много специй у меня получился однородный такой светлый зелененький фарш он достаточно мягкий мне из него нужно слепить небольшие котлетки делаю сначала тевтяньку такую кругленькую я хочу сделать маленькие фалафели поэтому делаю такие маленькие котлетки размер абсолютно произвольный но учтите что масса очень воздушно-пластичная и она не очень хорошо держит форму выкладываю на пергаментную бумагу у меня получились вот такие зеленые небольшие котлетки для того чтобы все запахи как следует перемешались а еще чтобы котлетки приняли более твердую стабильную форму я отправлю все это дело на полчаса-час в холодильник перед тем как их жарить если вы сразу делаете много таких котлеток и считаете что вы их не съедите вы можете их смело заморозить опять же сначала на пергаментной бумаге чтобы они между собой не склеились и когда уже они заморозятся вот в таком виде вы можете спокойно положить порционы в пакетики и отправить дальше в морозилку попробую приготовить фалафели классическим способом обжарить их в масле масло нужно довольно таки много масло достаточно нагрелось фалафели очень мягкие поэтому аккуратненько кладу их опа по одному примерно 30-60 секунд с каждой стороны они должны как следует зарумяниться если вы хотите приготовить фалафели более здоровым способом вы можете их запечь в духовке для этого нагрейте ее до 200 градусов поставьте противень с фалафелями выпекайте на одной стороне 15 минут переверните и еще через 15 минут они будут абсолютно готовы с фалафелями также примерно как сырниками как только видите что они начали значительно румяниться их нужно очень аккуратно оба перевернуть самое сложное это переворачивать потому что сам фарш очень рыхлый и мягкий первая порция готова я снимаю их на бумажные полотенца чтобы убрать излишки масла хочется попробовать что получилось очень вкусно классические к ним делают соус на основе пасты тахини то есть кунжутный соус но я приготовила авокадо майонез попробую чуть-чуть с майонезом смотрите это очень вкусно благодаря тому что в них очень много свежей зелени и специй вкус и аромат очень насыщенные попробую вот такой ультра полезный сэндвич листик салата помидор сюда бы конечно еще соленый огурчик у него нет можно еще все это засунуть во вкуснейшую лепешку или питу так осталось кусануть практически бургер можно даем вы можете сразу приготовить побольше заморозить в сыром виде или вот в таком уже приготовленном виде хранить несколько дней в холодильнике перед подачей просто как следует разогреть их духовке примерно 15 минут при температуре 200 градусов вот такой авокадовый майонез мы с вами приготовим в следующий раз увидимся очень скоро пока а